О, хорошо. Уважаемые друзья, ну что ж, приветствую вас. Мы сегодня поговорим про инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. Мне очень интересно, кто здесь присутствует, с каким контингентом, с каким возрастом вы работаете. Пожалуйста, напишите в чате, что у вас, дошкольные образовательные учреждения, школьные или, может быть, даже старшие. Я буду понимать, на что больше акцентировать внимание и как это все связывать. Так, вижу, да, школьные. Ну что ж, современные дети, среднепрофессиональные, дошкольные, возраст разные, высшее образовательное учреждение. Очень хорошо. То есть мы видим разные возраста школа. Так, современных детей очень много наблюдается нарушений пищевого поведения. Очень возросла слабость легочной системы. По сравнению, даже 10 лет назад, если посмотреть, по статистике 2010 года, уже тогда, то есть еще до ковидный период, заболевания легочной системы в 10 раз были больше, чем обычно, чем все остальные другие. Теперь это еще больше усиливается. Мы будем смотреть, в чем причины. Сердечно-сосудистые заболевания, очень много аллергий. И давайте посмотрим, с чем это связано. Причина ухудшения. Фастфуд и энергетики. Мы подробнее посмотрим. Мы понимаем, что фастфуд – это углеводы, сахар, электронные сигареты. Даже нужно знать это уже всем, потому что мы имеем дело с большим обманом. И сейчас мы с этим будем говорить. Сидячая, малоподвижная жизнь, потому что дети весь день за партой сидят, мало двигаются. Если раньше они бегали на переменах, теперь в школе учителя, руководство спокойное, дети сидят с телефоном в руке, не бегают, мало переломом, слава богу, но зато дети сидят в телефонах. И эта малоподвижная жизнь, конечно, плохо очень на них влияет. И засоренное информационное поле – это еще хуже. Мы посмотрим, в чем опасность всего этого и как с этим бороться. Друзья мои, теория большого обмана. Она везде, где есть реклама, где что-то новое продается. Когда племяннику своему, 12 лет ему я сказала, ну, слушай, энергетики – это плохо. Он говорит, а ты знаешь, что в энергетиках кофеина в три раза меньше, чем в твоей чашке кофе? То есть получилось, что я отравляю себя кофеином. И я в этот момент была немножко удивлена, говорю, ну, подожди-ка, милый мой, кроме кофеина, там есть еще и другие вещества. И сейчас мы посмотрим. Когда я нашла, в интернете зашла, например, на сайт Red Bull, и там показывают, а вы знаете, что в 250 граммах в одной банке Red Bull столько-то кофеина, и сравниваем растворимый кофе, варимый кофе, остальные, и показывают, что это не так страшно, то, что там находится. И вот вы откройте интернет, увидите такие красивые картинки. Заварной кофе 150 миллиграмм кофеина в растворимом 110. В энергетике всего лишь 80. Черный чай 47. То есть это такая мелочь. Но, милые мои, здесь скроется большой обман. В чем обман? Открываем другой энергетик. Я не пишу название, чтобы не рекламировать никого. Просто я скопировала прямо то, что написано на этикетке. Энергетический напиток с уникальным сочетанием кофеина и теанина, усиливающий умственную активность. Это крупными буквами написано. И в интернет-магазинах, и везде. А внизу мелкими буквами, я увеличила, видите, желтым, содержат красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. То есть одно вещество увеличивает, как бы усиливает кофеин и теанин. А вот краситель его убивает. И кто в этом сражении сильней? Конечно, но самое главное. Какие вкусовые качества? Вишня, клубника, что-то такое. Эти вкусы и эти краски, которыми они окрашены, вроде бы написано, рекомендуется для людей старше 18 лет, но каждый ребенок хочет почувствовать себя большим. Но это же не спиртное, он берет и пьет. И что же идет, смотрим дальше. В составе очищенные глюкозы и так далее, куча разных вещей. Прошу обратить внимание на витамины. Витамин С 5,4 миллиграмм, витамин В2 и столько-то витамин В3. Это, кстати, никотиновая кислота, витамин В6. То есть никотин тоже присутствует здесь. Самое интересное, вот эти вещества с содержанием в 100 миллиграммах. А банка весит 450 грамм. Когда я сложила, сделала математическую задачу и сложила, знаете, что получилось? Что это была суточная необходимая доза для подростка 14-18 лет. Я не говорю у детей помладше. То есть в одной банке суточная доза. Иногда они пьют вместо одной две банки. Кроме того, эти витамины они получают в течение дня в других продуктах. И получается, что гипервитаминоз. То есть вот это и есть огромный обман. Там витамины, это же полезно. Там эти витамины специально выписываются, туда добавляются определенные эффекты. И гипервитаминоз группы В. Тошнота и рвота, боли в желовоте, головокружение, слабость, обезвоживание, при тяжелых передозировках, кардиологические и другие расстройства, нарушение координации, возбудимости, сна, тахиокарти, судороги. И мы видим целый ряд болезней. Такие симптомы вы часто наблюдаете у детей во время уроков. Бывает, что дети жалуются на ровном месте, на тошноту, на боли в животе, головокружение, слабость. Ум не переваривает. Они выпили энергетик, чтобы ум хорошо работал, предконтрольная работает. А он еще хуже работает. Почему? Именно потому, что вот это мелкими буквами написано. Следующая вот такая красивая игрушка. Смотрите, какой цвет. Какой очаровательный розовенький. Ну, для девочек самая та игрушечка-то красивая. А вот этот бирюзовый-зеленый. Видите, какие цвета? Это красивая игрушка, не предназначенная для детей. Это электронные сигареты. И самые интересные. Если на обычных сигаретах нарисованы ужастики, типа там скелеты или чего-то, на этих ничего не нарисовано. И вкусы какие-то. Посмотрите, ментол, вишня, виноград, капучино. Это же вкуснейшие ароматы. Ну, вишня, клубника, это же детские дыни, арбуз. Там такие вкусы, что... Ну, возьми ребенок и бери. Вот это делается не для взрослых людей, дорогие мои. Это делается для детей. Это великий обман рекламодателей. Дети с этим имеют дело. Если вам кажется, что это детям не продается... Вы знаете, когда мне показали городской чат, в котором молодежь, дети младшего школьного и среднего школьного возраста продают в огромном количестве электронные сигареты через обычный чат. Обычный чат в ВК или в Вайбере, в Ватсапе не имеет значения. Они находят и договариваются, и покупают, перепродают друг другу вот эти вещи, которые не предназначены для детей. И что главное, пишут, причем все производители пишут, что они менее вредны, чем обычные сигареты. Что есть без никотина. Ну, мы же против никотина. Друзья мои, никотин – это не самое вредное. Никотин наш организм сам вырабатывает. Здесь есть другое. Ароматизатор. Он уже химический. И пропилен, гликоль, вместе с глицерином закупоривают наши бронхи. И вот здесь научные исследования современных ле... ...последнего года. В последнее время к нам часто обращаются молодые люди, которые жалуются на снижение физической работоспособности без явных проблем со здоровьем. Утомляемость, слабость, одышка. И стойкость, снижение пикового потребления кислорода примерно 50% от нормы. 50%. То есть человек дышит, чтобы получать кислород, чтобы этот кислород насыщал нашу кровеносную систему и все абсолютно органы энергии. И недополучает 50%. О чем это? Из-за чего? А потому что пропилен, гликоли, ароматизаторы, содержащие в курительных смесях, поступают напрямую в альвеолы. Самые тонкие ветви бронхиального дерева. И закупоривают их. Происходит утолщение. Нарушается газообмен. И человек не получает. В результате молодые, достаточно сильные, функциональные люди выглядят не лучше, чем пациенты 2-3 класса сердечной недостаточности. И мы говорим, откуда столько много слабых молодых людей, у которых проблемы с сердцем, проблемы с дыхательной системой, проблемами всеми остальными. Потому что во все органы не доходит достаточно кислорода. Мы-то это понимаем. Но вы посмотрите, ну какие они красивые. Вот какие они очаровательные. Ну как можно не покупить, не посмотреть на эту красоту. Берешь такую игрушку, они так качественно, так хорошо сделаны. Вот берешь и не хочешь отпустить. Похоже на обычную флешку. Некоторые родители даже не догадываются, что вот это, например, самое первое, что это могут быть электронные сигареты. Они с крышечкой такой, аккуратненькой, флешка какая-нибудь в сумке у ребенка. А цвета-то какие. То есть мы имеем дело с планомерным обманом. И что с этим нужно делать? Информационное поле наше засорено. Рекламы, информация о безвредности вредных веществ. Потому что, вообще, диву даешься. Беру, иду в магазин, написано 100% натуральные, нет, приправа, 100% без красителей и ГМО. Но там есть глютамат натрия. Вот про это ни слова. Да, там красителей могут не... Там и не должны быть эти красители. В них потребности нет в приправах. Да? Обычная приправа, зелень для еды. Но то, что там добавлен глютамат натрия, усилитель вкуса, об этом не сказано. Но именно глютамат натрия является причиной язвы желудка. Да? Нарушение кислотности желудочно-кишечного тракта. Информация о безвредности вредных веществ. Недосказанность или мелкие буквы на этикетках и информационные страшилки. Информационные страшилки, например, наше внимание, отвлекли от обычных сигарет и забросили к электронным сигаретам. Следующее. Я вчера слушала доктора медицинских наук, и она о чем говорит, что в большинстве наркотической привязанность к еде прививается за счет сочетания трех компонентов – жиры, сахар, жир, сахар и соль. Это очень сходно по вкусовым качествам с материнским молоком. И когда человеку плохо, он берет и хочет вот это взять. И получается, что в любой, в колбасах это и есть, во всех почти в 90% продуктов полуфабрикатов и в фастфуде там 100% присутствуют эти три ингредиента. Эти три ингредиента приводят к ожирению, к нарушению пищевого поведения. Чем это чревато? Если раньше всего этого не было, человек ел и насыщался, то сочетание этих продуктов плюс еще усилитель вкуса вырубает наш естественный предохранитель, который говорит, все, хватит, ты насытился. А мы продолжаем еще дальше есть, потому что кроме самой пищи мы получаем дополнительные вот такие ощущения. Фастфуды и полуфабрикаты приводят к нарушению пищевого поведения, наличию сахаров. Более 90% продуктов даже в мясных консервах вы можете увидеть наличие сахара. Почему? Он там есть. А если мы посмотрим на пристрастие к еде глазами психолога, что оказывается? Каждый вкус нужен человеку для чего-то. Иногда, да, мы, когда нам надо сконцентрироваться, мы хотим кислого. Лимончик поешь, все сразу сконцентрировался, а когда грустно, что даем? Шоколадку. Сладости, конфеты, иногда одобрение, материнские объятия. Ребенку плохо, иногда можно просто обнять, а мы даем ему шоколадку. И этим нарушается его здоровье. А нужно-то простое объятие. Поэтому иногда на уроках, когда видите, особенно маленькие дети, детский сад, школа, иногда можно просто подойти, погладить по плечику, по головке. И ребенок успокаивается, он получает тактильные ощущения, ему уже хорошо, вот эта конфета ему не нужна. Но если человек недополучает, он автоматом идет к этому. То есть по пристрастиям человека можно определить, чего ему не хватает. Если все время грызут эти орешки, хрустящие хлебцы, чипсы, это выход на копленные агрессии. Это говорит, что в ребенке, в ученике есть агрессия, которую нужно как-то проявить. Он не может сказать, что знаете, вы не правы, мне это не нравится, это мне насолил и что-то такое. Не может сам себя защитить, и он заедает орешками. То есть смотрите, по еде мы можем определить психологическое состояние и дать человеку способ. Например, что сделать, если у человека накопленная агрессия. Можно сказать, на что ты злишься, что тебя злит. Человеку достаточно высказать и поработать с ним, посмотреть, а как можно этот вопрос решить. И глядишь, мы таким образом, может быть, и сократим буллинг в классе. То есть хрустящие орешки и те хлебцы могут быть предвестником, потому что или человеку плохо, или он слишком много в нем агрессии, переизбыток. Горько человек ест, когда ему разочарование, горечь, тревогу. Иногда, вы наверно замечали, дети могут взять даже горчицу в школу какую-нибудь и поесть. Это говорит о том, что ему плохо. Или он пытается показать, берут перец, перец. Рассказывают, как в школе мальчики пробовали, кто больше выдержит это острое или горькое. С одной стороны, кто-то может, а я смог бы больше. Это потребность, хочется азарта в жизни, не хватает какой-то движухи. Почему? Потому что сидячий образ жизни. Если в классе мало соревнований, каких-то мероприятий, ну скучно. Человек, ученик не вовлечен в деятельность класса, группы, у него жизнь пресная. Ему хочется остроты. Или это анестезия душевной боли. То есть что-то из этого. Мясо, когда хочется не рубленого, а вот прожевать его так хорошенько. Это здоровая агрессия. И если орешки – это накопленная агрессия, которую не может вывести, то здесь более или менее здоровая, когда человек может отставить свои границы. Морепродукты в любом случае успокаивают. Вот такая интересная табличка, которая помогает и диагностировать психологическое состояние, и понимать, как можно нивелировать в какой-то момент, почему мы едим сладко и даем конфетки детям. Что же поможет нам, чтобы не перебарщивать со сладким, которым мы видим, что вредит здоровью. Здесь осознанность, воля и дисциплина. Смотрите. И прежде чем перейти к этому, сделаем немножко исторический экскурс. В разные эпохи у нас были разные задачи воспитания. После войны, Великой Отечественной войны, люди, была задача выжить и быть сильными, потому что была разрушена страна, его надо восстановить. И дети трудились, надо быть сильным, чтобы выжить. Вот выживает тот, кто сильный. В 70-х, 80-х годах, в начало 80-х, до перестройки, когда уже сражаться за жизнь не надо, уже какая-то стабильность есть. Люди думали, были идейные ценности, чтобы вырос хорошим человеком. После перестройки, когда все ценности прямо разрушились, как домино, люди жили в очень нестабильном экономическом состоянии, уже после перестройки, додать то, чего сами недополучили. Мне не хватало модной одежды, кто-то там в классе одевался, я вот этого хотела, джинсов не было, давай-ка я накуплю своему ребенку. Пусть он выбирает то, что сам хочет, ну пусть эти рваные джинсы хочет, ну ладно, хочет, пусть получит. А я все время тоскую по этим. То, что рваные джинсы и эти создают определенную расшатанность личности, они пока не думали. Сейчас только об этом много говорят уже, некоторая тенденция чуть-чуть ушла, хотя не совсем ушла. Теперь дырки стали на коленке еще больше. Они не просто расхлебанность, а демонстрация тела идет. В начале 2000-х вышла такая тенденция, оставим детям счастливые воспоминания о детстве. И появились куча разных праздников, детские аниматоры пошли в гору, потому что у нас в детстве всего этого не было. Вы посмотрите, какие праздники сейчас закатывают. И последние пять лет, когда очень много стало популярной психологии, когда люди понимают, что все, что ты отдаешь, мир тебе возвращается бумерангом, начали возвращаться к духовным ценностям. И идет новая тенденция научить детей быть ответственными. Я говорю о том, что это тенденция, понимаете, не стопроцентное население, не стопроцентное население, не стопроцентное ведут к этому. Везде, но большинство 50-60. И если есть какая-то стабильная часть населения, которая идет к этому, уже хорошо. Мы начинаем возвращаться к духовным ценностям, потому что все остальные, все остальные расшатаны. Все остальные ценности расшатаны. Мы опять возвращаемся к тому, к тем книгам, которые написаны были тысячелетия назад. Итак, этапы развития волевых качеств у детей. Как развивать? Мы сказали, что нужна воля. А как воля? Дело в том, что до 9 лет говорить о воле – это бессмысленно. От полутора, от года до трех лет ребенок говорит «хочу». Вот его «хочу» – это и есть главный шаг, первый шаг к воле. То, что я хочу. Но здесь нет осознанности. И вот здесь важно родителям дать ребенку ощущение, что он может взять то, что хочу. Он может получить то, что хочу. Может просто объяснять. «Хочешь – бери, я хочу. Давай выберем, из чего ты хочешь». И родитель предлагает варианты. Например, идя в магазин, не просто взять то, что хочу. Говорит, а давай, я думаю, тебе будет полезно это, это и это. Из этих двух или трех, не более трех, выбери то, что хочешь. Или, скажем, на этой полке выбери себе. Это уже сложно выбрать. Выбрать с полки намного сложнее, когда больше трех объектов, выбрать сложнее. Тогда можно из этих трех выбрать два, а потом из двух – один. Ребенок получает, что я, получает то, что я хочу. Мы ограничиваем его выбор. Но он понимает, что его желание реализуемое. Если мы говорим, не твое дело, что хочу, то дам. Я лучше знаю, что тебе надо. То воля атрофируется полностью. В лучшем случае, что может ребенок сделать, это закатить истерику, большую истерику. И тогда родитель сдается. Ну, это такой вариант. От трех до девяти лет начинается постепенное развитие волевых качеств, но через интерес. Я включился в игру, нахожусь в игре там 40 минут, потому что мне интересно. У меня есть какая-то мотивация. Я дойду до следующего шага. Про волю тут еще не сказано ничего. Без мотивации он ничего не сделает. И следование правилам. Правила такие. Вот в этом возрасте дети учатся правилам. Им нравится правило. И вот это ограничение, вот здесь правильно, это неправильно. Здесь можно, здесь нельзя. Что самое интересное. Важно знать, что нельзя. И попробуйте расширить эти границы нельзя. Вот когда дети расширяют границы нельзя, это очень хороший знак. С одной стороны, это говорит о том, что ребенок развивается, но с другой стороны, для нас это большая проблема. Теперь вот здесь нужно включить осознанность. И лишь после 9 лет идет осознанное целеполагание, потому что к этому возрасту уже только формируется лобная доля мозга, которые отвечают за эти функции. То есть до 9 лет ребенок не может исходить из своих физиологических возможностей. Не потому, что он упрямый, глупый, тупой или что-то. Нет. У него мозг развивается. И у каждого ребенка по-своему в том же возрасте, у одного чуть раньше, у другого чуть позже. Но это развивается, дотягивается. И вот осознанное целеполагание, ставить цели и делать волевые цели, действия для достижения цели, это уже от 9 до 14 лет. То есть мы учим уже подростков ответственности. Дисциплина и привычка – это путь к здоровой жизни. То есть с помощью дисциплины мы нарабатываем привычку, а привычка уже легко в жизни внедряется. До 7 лет мы это делаем только своим поведением. Мы сами делаем, показываем пример, и ребенок за нами повторяет. Мы следим за этим, чтобы он повторял. В игру можно ввести чистить зубы. Притом чистить зубы надо тоже правильно. 80% или более паст зубных содержит фтор. Фтор в больших количествах вреден организму. Засилие фтора почему? Не знаешь. С одной стороны, они укрепляют кости, но при переизбытке гиперсодержания, оно наоборот ослабляет кость, имеет обратную реакцию. Поэтому лучше там месяц почистили фторосодержащие, в следующий месяц несодержащими или чередовать каким-то образом. Постоянно фторосодержащие пасты – это вредно, особенно если фтор еще и содержится в воде, в некоторых районах он есть, и в другой пище. Утренняя гимнастика. Придется даже, если у вас в привычках нет, в школе очень хорошо, если это делается в школе. В некоторых школах раньше утром приходили, становились во дворе или в большом зале, до начала урока делали гимнастику. Это была великолепная традиция. Если вы можете, хотя бы в начальной школе, вот дети пришли, первые 5-10 минут урока прямо сделать гимнастику и только потом приступить к самому уроку. Не всегда это отбирает энергию силу от урока, но можно чередовать. Или вызывать детей на 10 минут раньше и 10 минут посвятить именно гимнастике, чтобы они научились делать эту гимнастику. Активные игры и прогулки на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе появляются в современном мире. Это такая устаревшая редкость. Дети не успевают гулять, особенно в больших городах, потому что с одной школы до дома они доходят на автобусе, их доводит родителей на машинах. Гулять им некогда. Особенно еще и бегают в музыкальную школу, в художественную школу. Это тоже не дает времени, а надо рассчитывать, чтобы дети оставались на свежем воздухе. Правильные пищевые привычки внедряем до 7 лет. Вот до 7 лет. В детском садике, когда они выходят во двор, ходим тихо, медленно, а надо им давать побегать, потому что когда дети бегают и останавливаются, у них сменная нагрузка на сердце, у них активизируется. Дыхательная система, они активнее дышат воздухом, и при этом нагрузка на сердце меняется. Это и есть гимнастика для сердечно-сосудистой системы. Правильные пищевые привычки. И заменяем конфеты, печенюшки на сушеные фрукты, чипсы из фруктов и овощей. Вообще прекрасная вещь. Мелко нарезать, то есть не мелко, а тоненько нашинковать и в духовке высушить, просто высушить. И, пожалуйста, готовые чипсы можно сделать из самых простых моркови. Из моркови можно сделать. Красную свеклу. Прекрасно. То есть это даже недорого, если взять. Яблочки, бананы, любые фрукты можно взять и вот таким образом насушить. В магазинах продаются эти сушеные кубики. Это что? Это в основном кабачки ароматизированные. Те же самые кабачки вы можете также нарезать. И гвоздикой или каким-нибудь, какой-нибудь, чуть-чуть проварить какой-нибудь жидкости с ароматным вкусом, варенье каком-то. От 7 до 10 лет мы включаем у детей навык чтения. Просим читать этикетки. Обеспечиваем физическую, эмоциональную и мыслительную нагрузку. С помощью чего? Так, а почему читать эти этикетки? Надо научить читать и смотреть, что там написано, что соответствует, что не соответствует. Когда ребенок хочет вот эти шоколадную пасту, мне показывай ему, смотри, что тут написано. Пойдем, я дома тебе сделаю. Взяла обычную сгущенку, то же самое сгущенку. Но сгущенка хотя бы чистое, цельное молоко. Сахар тоже есть. Орехи любые прожарила, перемолола, перемешала и дала ребенку. Видишь, зато в нем нет там кадми, не знаю, алюминия, не знаю, какие-то вкусовые добавки. Всего этого нет. Хочешь добавим шоколада? Да, хочу. Ванили, корицы, гвоздики, натуральные растительные приправы, вкусовые добавки, которые не являются отравой. И это ребенок с удовольствием ест. Поэтому просим читать этикетки, тогда они понимают, что это действительно вредно и мне не нужно. Обеспечим физическую и эмоциональную мыслительную нагрузку. Сейчас в школах очень много, везде есть у нас дополнительное образование. Единственное просится, дорогие мои, вот что сделать. Сейчас ко мне приходит девочка в музыкальную школу. Она уходит в спортивную школу. Три часа гимнастики, значит, утром была школа, пошла домой, еще не успев отдохнуть, быстро уроки сделала. С четырех до семи у нее гимнастика, с семи до восьми у нее вокал. И приходит в музыкальную школу. Спортивная школа. И это каждый день. Каждый день. Да, вокал не каждый день, но спорт каждый день. Приходит ко мне вот такой. Глаза вот такие. Все лицо опустившееся, уставший. Физически уставший ребенок. Здесь уже надо рассчитывать. Две школы дополнительные к параллельной школе не рекомендуется. Можно школу и кружок. Скажем, спортивная школа и музыкальный кружок или рисование или что-то. Кружок. Потому что в кружке занимаются по одному часу дважды в неделю. Ну, по одному часу. А в музыкальной школе это 6-7 часов нагрузки в неделю. В художественной школе 9 часов нагрузки по 3 часа. В спортивной школе, ну, или музыкальная школа плюс спортивный кружок. Когда по одному часу 2-3 раза в неделю занимается. Это хорошо. Почему? Потому что нужно, чтобы ребенок получал нагрузку. И физическую, и эмоциональную, и мыслительную. Мыслительную он в полной мере получает в школе. Потому что 85-90% предметов наших требует чего? Мыслительной деятельности. И только какие-то 5-10% мы посвящаем творчеству. И то не посвящаем. Потому что на уроке музыки дети не поют. Поют 5-10 минут. Остальное время они изучают то, что совсем им не нужно изучать. Потому что музыку любить надо, а не понимать в терминологии музыкальной. Для понятия терминологии надо в музыкальную школу ходить. На уроки рисования надо рисовать. А вот на МХК можно изучать историю, художественную историю. 90% времени на уроках таких творческих детям надо творить. Но программы пишут совершенно по-другому. С чем я, это мое личное несогласие. Ежедневно у ребенка должно быть не менее двух часов свободного времени. Чтобы он смог переварить, передумать, надумать. Понимать, что ему самому нужно. Вот это очень важно. Не менее двух часов свободного времени. Иногда у некоторых детей по 7-8 часов свободного времени знают, чем себя занять. Это бесконтрольное. Это вредно. И плохо, когда ребенок полностью занят. И у него абсолютно нет свободного времени, возможности что-то делать. Вот. А, и поскольку дети все равно сидят в гаджетах, они берут гаджеты, мы их интересуем уже в другом. Проверять и перепроверять информацию, находить и проверять на достоверность. Почему? Потому что они прекрасно знают уже все, что есть искусственный интеллект. И вот то, что я показала, то, что написано на энергетиках, на соках, в каких-то веществах, и проверять. Вот взять прямо и высчитать. Математическая задача. Вот здесь находятся эти витамины. А в день сколько тебе надо витаминов? Так. И ты готов выпить эту одну банку энергетика? И дальше весь день абсолютно ничего не есть, не пить. Потому что все необходимые витамины там находятся. Нет, я кушать хочу. Да, тогда смотри. А тогда что будет, если вот ты все это в еде получаешь плюс? И здесь. Давай посмотрим, а что тогда происходит? Или хотя бы соотнести то, что улучшает умственное мышление ребенка. А внизу мелком, то есть не ребенок, а умственная способность людей. А на детей могут красители плохо влиять. Просто дать ребенку своими глазами видеть это, читать и анализировать. Проверясь на достоверность. И если он начнет осознавать, ему легче, будет вот отказаться от этой бутылки. Как проверить информацию на достоверность? Вот это надо детям научить. Дорогие друзья, да, вот презентация доступна для скачивания. Слушайте, я сегодня все говорю, говорю и не спрашиваю. Вам интересно то, что я рассказываю? Это понятно, потому что сейчас я буду параллельно рассказывать, как с этим работать. Ну, проверить, во-первых, источник. Кто говорит? Это какой-нибудь любитель, блогер или это профессионал? Проверяйте, сопоставляйте цифры в разных источниках. Это очень хорошо, математическая задача. Сиди и посчитай. Различать ответ искусственного интеллекта от ответа профессионалов. Иногда это немножко сложновато, более сложновато, но даже если заподозрить в этом, я могу проверить, а какое-нибудь на профессиональном ученом сайте это как пишется. Читать сноски и все, что написано мелкими буквами. О, благодарю вас, друзья, что вам интересно, понятно и полезно. Здорово, значит, продолжаем. И читать противоположные мнения. Те, кто говорят, что электронные сигареты абсолютно безвредны, также мы начинаем читать, что электронные сигареты, увы, не являются безвредными. Они имеют свой вред. И вред вот такой, такой, такой. Старше девяти лет. Что нам детям надо давать? Во-первых, не мешаем им мечтать. Научим составлять мы, сказать, что после девяти лет уже идёт осознанное целеполагание, когда ребёнок может включить свои цели и достигать. Вот воля развивается, уже осознанная воля в этом возрасте произвольная. Не мешаем мечтать. Вот мечтает, хорошо. А давай посмотрим, а как можно реализовать эту мечту. Тогда он составляет план. Давай пошаговый план. Потому что сразу реализовать мы не можем большую цель. И каждый шаг мы начинаем поддерживать его. И на пути к этой цели надо отпраздновать каждую победу. Каждый шаг. Хорошо получилось. Молодец. Здорово. Вот это будет главной приманкой, главной мотивацией, чувства достижения, вера в свои силы и в победу. И будет главной силой притяжения, которая будет вести ребёнка к цели. Он будет достигать своих желаний не потому, что мама сказала, папа сказал из всех сил, из тяжести. А потом это приводит к лишнему весу, к каким-то нервным проблемам. Если ради кого-то, ради другого, из-за другого, из страха, это одно. Но когда мне хорошо от того, что я смог, это уже совершенно другая личность. Вы чувствуете уже ребёнку с 16, 17, 18 лет, он свободный, раскованный. А приходит другой, вот такой сдержанный отличник. Он говорит, боже мой, миленький, ну расслабься немного. Ну смотри на мир попроще, с радостью, столько прекрасного есть. Ты же можешь, зачем напрягаешься, впусти в свою жизнь радость и счастье. Нет, он не может. Он правильный, он обязан. Вот, когда, это когда получается, когда мы не даём ребёнку отпраздновать ему маленькие победы. А когда он празднует эти маленькие победы, нету напряжения. Когда у него есть минимум 2 часа в день самостоятельно делать то, что он хочет. Да хоть в телефоне сидеть, рыться руками что-то со своими, сотворить, делать. Это даёт ему понимание себя самого, что он хочет. Тогда его достижения будут более лёгкими, результативными. И, дорогие друзья мои, гормоны, корреляция, настроение, состояние настроения человека с гормональным фоном. Мы сейчас будем с вами рассматривать интересные вещи. Смотрите, ощущение счастья – это оказывается сочетание двух гормонов. Серотонина и эндорфина. Когда интерес – это другие два гормона. Влечение – это много тестостерона, немного пролактина, достаточно норадреналина и окситоцина. Вот таким образом из этого коктейля мы получаем. Но смотрим вниз – страх. Состояние страха у человека много адреналина. Есть чуть-чуть дофамина. Чуть-чуть – самая малость. Вот будь его побольше, было бы ему хорошо. И чуть-чуть окситоцина, ему хочется теплоты, чтобы его обняли. У него только адреналин есть. И что с этим делать? Так вот, дорогие мои, эта табличка является для нас решением всех наших проблем. Давайте смотрим, какой гормон что делает. У вас будет вот эта таблица, вы скачаете презентацию. Кортизол – гормон стресса. Он помогает человеку собраться в стрессовой ситуации, что-то сделать. Но если человек слишком много этого гормона, это потом приводит к ожирению и ослаблению иммунной системы. Что нужно? Техники расслабления и слезы. Друзья мои, когда ребенок плачет, дайте ему выплакаться. Ребенок, взрослый, вот слезы идут и успокаиваются. Через слезы, это напряжение выходит. Адреналин, страх и сила появляется. Когда страх в человеке, появляется сила, с помощью которой он может преодолеть. Повышается сахар, дыхание чаще, все тело мобилизуется. И в это время напугали, да сиди ты спокойно, что ты там делаешь. И ребенок сидит. И что получается? Этот адреналин переводится в яд. Начинается съедать его тело. Начинается усиление. Это была мобилизация для того, чтобы он побегал, ударил, потрогал, что-то сделал. Что ему надо делать? А трястись, просто взять и попрыгать на месте. Побегать. И динамические упражнения Оша, ну кому интересно, можете посмотреть. В общем, любое динамическое действие. Не так с каждым. Я сейчас не буду рассматривать в отдельности каждые. Вот у вас есть эти гормоны. Мы сейчас будем с вами математическую задачу решать. Итак, наверху мы выделили страх. Выход из состояния страха. Мы смотрим. Во время страха у нас есть адреналин, мало дофамина, мало окситоцина. Смотрим, в каких смежных эмоциях вот эти гормоны присутствуют. Хотя бы дофамина, окситоцина. Если есть чуть-чуть, его увеличить легче, чем с нуля сделать. И мы смотрим. Есть чувство удовлетворенности. Удовлетворение. Так, смотрим. Да, удовлетворенность. Здесь есть эндорфин. Плюс к этому есть эндорфин. Пролактин. Достаточно. А, здесь у нас не адреналин, другое вещество. Но, во всяком случае, хотя бы есть дофамин. Дофамин увеличиваем за счет чего? Для дофамина. Мы сейчас посмотрим. Возвращаемся сюда. Находим дофамин. Так, где у нас он? Секунду. Вот, дофамин. Танцы, бег или игра на музыкальных инструментах. Даем ребенку побегать, попрыгать, поиграть на музыкальном инструменте. Дофамин. Мы увеличили ему дофамин. Эндорфин. Легкие физические прогулки на воздухе. Чисто математическая задача. Пролактин. Усиливает половые качества. Оно больше у женщин вырабатывается во время лактации. Но у мужчин тоже. Когда у него проявляется мускулинность. То есть половые чувства принадлежности к своему полу. И восстанавливается при нормальном сне. Человеку надо дать выспаться. У него вырабатывается это вещество. Идем дальше. Влюбленность. Любовь. Состояние любви. Не хватает серотонина. Все. А как помогать? Массаж. Глюкоза. То есть сладкое и правильное питание. Сладкое можно дать вместо сахара мед. Ну да ладно. Чуть-чуть шоколадки тоже можно дать. И дать массаж. Прикосновение телесное. То есть мы по этой таблице смотрим ближайшее. Куда мы хотим человека вывести. Ребенка вывести. И даем ему именно это. Ребенок в страхе. Да что ты боишься? Это ему поможет. Ну не надо бояться. Ты же смелый. Откуда он возьмет эту силу? В нем нет этого силы. Ему надо из этого состояния выйти. В ближайшие возможности. И вы смотрите, куда его можно вывести. Смотри, очень интересная такая мания. Мания. Видите, что... Сейчас пойдем на большой рисунок. И посмотрим. Мания – это дофамин. Когда ребенок сидит в этом телефоне увлеченный, он маниакально интересуется. Дофамин – это мания присутствует у ученых. Когда они углубились в эти ученые, свои исследования, они получают столько дофамина, что им семья не нужна. Они не видят там убрано, не убрано. Они не замечают ничего вокруг, если они углублены в то дело, в котором они находятся. Иногда, когда ребенок сильно увлечен чем-то, он не замечает вокруг абсолютно ничего. Маниакальное состояние. Что мы делаем? Нам нужно, чтобы из этого маниакального вышло во что-то другое. Мы помогаем ему этот дофамин чуть-чуть уменьшить и добавляем какие-то другие чувства. Очень интересное чувство. Вот озарение состоит из норадреналина, дофамина и редчайшего ацетилхолина. Ацетилхолина. Мы видим, вот это бирюзовый гормон присутствует только здесь. Так вот, ацетилхолин – это вещество, которое раскрывает умение думать, связывать, усиливается работа нервных окончаний. И это дает человеку озарение, где его используют, его синтетически получают и добавляют в наркотики. И тогда мы получаем, что... Почему люди любят наркотики? Потому что они выходят в состояние озарения. Но это же, конечно, нельзя. Таким образом мы понимаем, что можно дыхательными практиками можно в это состояние входить, вырабатывать вот это вещество или используя по-другому, с более правильными вещами выйти в это состояние, если вам нужно озарение. И тут, конечно, мы сказали, что есть анорадреналин. А что такое анорадреналин? Это ярость, гениальность, уверенность и решительность. Когда человек попадает в это состояние, когда мы ему говорим, молодец, ты можешь, иди вперед. Вот у него сосуды, мышечная сила. Иногда, когда перебор норадреналина, дрожание получается. Что мы делаем? Можно успокоить шумами природы, рукопашный бой, если только он. Но если он в сочетании, без перебора, в сочетании с другими эмоциями, тут и говорим, знаешь, у тебя мозг хорошо может поработать, то есть давай-ка посмотрим, что мы можем сделать. У него вырабатывается параллельно ацетилхолин, и появляется вот это гениальное мышление, открытие. Друзья мои, простая математическая задача. Берете, складываете, сравниваете, находите, чего не хватает, то и даем. Чтобы сформировать привычку, нужно быть здоровым. Нужно, во-первых, развивайте у детей правильные привычки с детства на своем собственном природе. Примерим. Используйте игры для мотивации развития силы воли. Вначале они за счет увлечения становятся усидчивыми. Мы учим их быть усидчивыми и вовлеченными в процесс во времени постепенно. Развиваем критическое мышление, потому что проверять информацию на достоверность, находить и проверять необходимо. Это и есть критическое мышление. Знания о гормонах помогут вам делать точечные движения. Снайперские действия не автоматом, все пробовать, что попадет, не попадет, а точечные действия, которые дают решение любых проблем. Дальше, друзья мои, арт-терапия. Ну что, это мое любимое. Это нарисовать картину видения себя ребенком. Ну, как он себя видит. Для начала мы настраиваемся, ну, как он хочет, и в идеале, через 5 лет, через 10 лет. Если бы это вот прямо сейчас, вот каким хочешь быть, стройным, красивым, сильным, уверенным, обладать ораторскими навыками, уметь говорить, притягивать любовь, все это. Какое при этом у тебя самочувствие? Вот почувствуй, войди. То есть войди в это состояние. Какими обладаешь способностями, навыками мы входим в это состояние и даем рисунок нарисовать? Два вида рисунка предлагаю. Первый. Представить себя в будущем, в идеальном состоянии, войти и нарисовать реалистичный или символический рисунок. Реалистичный – это мальчик, и там девочку, и рядом все, что есть. Можно нарисовать себя как круг, этот круг наполнить прямо качественно, там красивая сумочка, платье, как символ красивой талии, красивой фигуры, если это девочка. Мальчик может написать, нарисовать гантели, он обладает силой. То есть символически в этот рисунок влить те качества, которые он хочет, чтобы смотря на этот рисунок, он входил повторно в это эмоциональное состояние. То есть задача этого рисунка войти в определенное состояние, нарисовать вот этот рисунок, и каждый раз, когда он будет смотреть на этот рисунок, он эмоционально включается. Этот рисунок поставить в видное место дома, где он часто может смотреть. Второй вариант рисунка очень интересный. Можно взять холст или холст на картоне подрамнике. Текстом написать все свои желания. Текстом, то есть ручкой пишите. Я сильный такой, так в том, я красивый, у меня высшее образование, закончила вот этот институт, работаю там-то где-то. И это, если это маленький ребенок, у меня отличные оценки по этому предмету. Я вот такая, здоровый и так далее. Дальше. Грунтуем белой краской то, что написали, скрываем. Она остается внутри. Внутри. То есть мы закупорили. И дальше нарисовать все, что угодно, используя абстрактные техники. Можно разлить руками, пальцами, сочетание двух-трех красок. Рисовать губкой, пальцами, кистями, разливая любым способом абстрактный. Абстрактный. Только он сам знает, что там нарисовано. И каждый раз, когда он будет смотреть на этот рисунок, в нем включается это состояние. Рисовать в состоянии, как будто уже реализовалось. Вот так работает арт-терапия. И дальше, поставив на видное место, никто не знает, что там. А ты смотришь, и в тебе вот это ощущение есть. Это можно и взрослым использовать, и детям. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Это моя ссылка на мою страницу ВКонтакте. Если у вас будут вопросы, пишите, задавайте вопросы. Вот вижу, кому-то понравилась информационная таблица. Такая таблица. Да, эта таблица можно просто взять и компоновать. И понимать, из каких ингредиентов, какие чувства, эмоции, состояния человека вводить. Ну что ж, благодарю вас. Если вопросов нет, то на этом я прощаюсь и приглашаю Татьяну Викторовну. Ну что ж, до новых встреч, мои хорошие. Будут вопросы, пишите мне в ВКонтакте. Благодарю вас.